Товарно-сырьевые площадки В начале торгов мы видели, что наши нефтяные котировки двигаются вверх, был некоторый рост, однако укрепляющийся доллар США на валютном рынке Форекс свел на нет все это укрепление, поэтому в итоге мы увидели такое смешанное закрытие. На рынке драгоценных металлов, а именно на рынке золота, торги проходили также неоднозначно, мы видели как рост, так и падение. В итоге рынок драгоценных металлов, а именно золото, закрылся с небольшим минусом. Цены на другие драгоценные металлы, которые более широко используются в промышленности, а это у нас серебро и металлы платиновой группы, в отличие от золота закрылись с плюсом. Здесь участники рынка обратили внимание на статистику, которая вышла по США, статистика вышла намного лучше прогнозов, это воодушевило их, поэтому, можно сказать, промышленные драгоценные металлы закрылись более позитивно, чем золото. Сырьевые валюты, австралийский, новозеландский и канадский доллар попали под давлением американской валюты, поэтому здесь на основных наших валютных парах мы увидели снижение основных товарно-сырьевых валют. На сегодняшний день, именно на данный момент, мы видим, что на всех товарно-сырьевых площадках царят негативные настроения, так на рынке нефти, нефть сорта Brent падает на 0,92%, в моменте мы видим цены на уровне 82,89 доллара за баррель, нефть сорта WTI снижается практически на 1%, здесь мы видим котировки держатся на уровне 81,74 доллара за баррель, фьючерсы на медь, на рынке цветных металлов в минусе на 1,65%, здесь в моменте мы видим котировки на уровне 380,50 доллара, не отстает от всех и рынок драгоценных металлов, фьючерсы на золото в минусе на 0,4%, в моменте мы видим котировки на уровне 1333 долларов за тройскую унцию, фьючерсы на серебро падают практически на 0,5%, и здесь котировки держатся на уровне 23,72 доллара. Непосредственно сегодня мы ожидаем данных статистики со стороны Америки, которая выйдет в 16.30 по Москве, если мы увидим, что данные вышли лучше прогнозов, то в принципе можно ожидать дальнейшего укрепления доллара, что станет негативом для наших товарно-сырьевых площадок, как нефти, тогда здесь можно ожидать дальнейшего снижения в район 80 долларов за баррель, основная поддержка. Если мы посмотрим на рынок золота, то здесь самое ближайшее, это у нас 1300 долларов за тройскую унцию. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net в разделе аналитика. С вами был аналитик компании Grand Capital Шевченко Виталий. До новых встреч и побудных трендов!